По льдам Волги из Ярославля в Тутаев и обратно. Нас двое, Юненький и Дарк Ларс. Погода огонь. Надо отправляться в путь, искать приключения. Съехать на лёд в центре города, точнее на набережной, нельзя. Вода у берега не замерзает круглый год. Это всё блага цивилизации, сточные воды, слив промышленных гигантов и не очень. Словом, обычно на лёд безопасно съезжать где-то за юбилейным мостом. Если летом выехать к мосту из города просто, то зимой, а нет, зимой тоже несложно. И у моста видны полынии. Мы проехали ещё по берегу, вверх по течению. Мы, не доезжая до Толкского монастыря, выехали на крепкий ровный лёд с хрустящей снежной корочкой. Слева – северный жилой район Ярославля, простонародье Брагина. Справа – резинотехника. Впереди – приключения. Брагина видно по жилым высоткам. На резинотехнике жилой массив отодвинут от берега и в основном нас сопровождает частный сектор и дальше стена леса. Но с Волги по правой стороне нам будет видно несколько примечательных объектов, прежде чем мы окончательно покинем пределы полиса. Толкский монастырь. С такого ракурса его можно увидеть летом с речного трамвайчика. А зимой – вот так. С седла велосипеда. Сегодня идеальные условия для ледовой покатушки. Во время сильной оттепели снег ровно растёкся поверх льда, а потом схватился крепким морозцем. Поэтому лёд не буглистый, а ровный. Хочется сказать, как асфальт. Но нет, такого ровного асфальта на Ярославщине… Ну, не то что нет, но мало. Мало. Мы с Юники наше полное резине. Вполне достаточно, чтобы уверенно чувствовать себя на льду. Но сегодня нам природа сделала исключительный подарок. Когда мороз подкрадывался к Волге, прошёл небольшой снежок. Снег лёг очень вовремя. Это не пухляк, тормозящий движ. Снег намок, схватился морозцем и превратился в снежную корку. Это идеально! Он не тормозит ход и не даёт скользить колесу. Тут и без шипов было бы вполне комфортно. А это полуостров с раздвижным мостом. Ну, такой стратегический военный мост на случай войны. А вот и Норская. Ну, это уж точно конец города. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заброшенные элеваторы. Отсюда с реки железнобетонные монстры еле видны. Зато изо льда, как скелеты, торчат их причалы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Село Устье. Здесь река Ить впадает в Волгу. И хорошо виден мост через неё и церковь. Летом в этой локации заканчивается городской асфальт и начинается оффроуд. И, кстати, вот тут, где Ить впадает в Волгу, много утрен. Летом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И дачные массивы, особнячки за высокими заборами. Бывшие пионер лагеря, санаторий Красный Холм и Летишовка. Летишовка – это, кстати, излюбленное место слётов аукатуристов. До этой точки и летом проехать по левому берегу не проблема. А дальше велотропы ведут наверх, ближе к трассе Ярославль-Рыбинск. Ну, уже по асфальту. По правому берегу та же история. До Красного Холма можно более-менее придерживаться берега. Дальше придётся уходить на трассу. И только после речки Печеды можно опять вернуться на афродные маршруты к берегу Волги. Мы же летим над спящей красавицей Волгой, ничем не скованной ни дорогами, ни социальными обязательствами. Совершенно дикие и необкатанные льды скрипят под шипами наших колёс. Мне кажется, байк Юники уже и не касается льдов покрышками. А может, и не кажется. Энергии, приближающиеся весны, кипятят кровь. Волга становится и рекой, и дорогой, и артерией космической энергии, что направляет нас в глубины космоса и одновременно на самую высоту нашей реальности. И мы видим заснеженный сказочный Тутаев во льдах и снегах и парим над ним. КОНЕЦ КОНЕЦ